Кожа Самым важным защитным органом человека является кожа. Но она выполняет роль не только защиты вашего организма от окружающей среды, она выполняет очень важную роль оценки окружающей среды. Где вы находитесь? Опасно, не опасно? И это называется осязанием. И казалось бы, ну что такое кожа? Ведь важны руки, ноги, глаза, уши, нос. Кожа – это просто оболочка, которая есть везде, и в принципе вы ей не придаёте значения. Но как много она для вас значит, если опять возвращаемся к началу разговора про наши чувства, что я уже сказала, что, к сожалению, мы ещё не изобрели прибор, который имитирует любовь, прибор, который имитирует нашу душу, поскольку мы для того, чтобы это изобрести, это нужно понять. Мы пока ещё не до конца в этом разобрались, это не страшно. Я думаю, что вы подрастёте и поможете нам в этом. Так вот кожа, несмотря на то, что она везде, это вот именно благодаря тому, что она везде, это множество сенсоров. Это вот мы – сплошной сенсор. Каждый кончик пальца, каждый кончик нашего тела мы ощущаем, он чувствует. Потому что где бы вы себя ни потрогали, вы что-то почувствуете. Холодно, горячо, больно, неприятно. Потяните себя за волосинку, казалось бы, она малюсенько, и вам тут же будет больно. Поэтому кожа – это очень сложный механизм, который состоит полностью из сенсоров. И они, понимаете, как стражники, которые охраняют ваш замок, они дают информацию сразу же о том, что происходит снаружи. И опять же про любовь. Когда вы прикасаетесь к чему-то приятному или к человеку, который вам нравится, вы вдруг испытываете восторг. Человек, который вам не нравится, хотя он такой же человек, он такой же, 36,6 градусов, у него температура, ничем не отличается от вас, но если он вам неприятен, вы вдруг прикоснулись и отдернули руку, и сказали, мне неприятно. Представляете, какую информацию несет себе кожа. Поэтому, когда ученые поставили перед собой задачу создать искусственную кожу, возникло много вопросов. Мы с вами не будем пытаться объять необъятное. Мы также, как и обо всех органах разговариваем, выясним, есть ли бионическая кожа, есть ли электронная кожа и нано-кожа. Надо же в этом разобраться. Итак, электронная кожа, вы сейчас скажете, что вы нам говорили, что все электронное – это приборы. И как это такое прибор, который будет имитировать кожу? Что делает кожа? Кожа ощущает у нас холодно, жарко, мягко, твердо. Это, значит, опять же, прибор, который будет определять все эти параметры. Я могу назвать искусственной электронной кожей. Звучит непривычно, но это прибор. Датчик, сенсор, железка. Между прочим, вы сейчас уже все привыкли к сенсорным экранам, правильно? Так вот, что такое сенсорный экран? Назовите его кожей. Электронной кожей прибора, к которой вы прикасаетесь. И она, в зависимости от того, в какой части вы прикасаетесь, получает сигнал, передает его, скажем так, в базу данных. И база данных делает то действие, которое вы хотите. Открывает файл или включает музыку. Вот и пожалуйста. Поэтому электронная кожа есть. Бионическая кожа. Это очень важно. И, наверное, вы слышали. Это очень важно, потому что, если человек при пожаре, либо если он обварился водой и потерял более 50% кожи, он погибает, потому что проникают вирусы, трудно ее нарастить, очень много всего. И плюс человек испытывает шок, потому что кожа – это скопление рецепторов. И вы уже слышали, что уже несколько лет тому назад научились выращивать кожу искусственную. И даже есть базы банки, где хранятся запасы искусственной кожи на случай, когда людей привозят после пожаров, либо каких-то трагедий. И эта кожа прекрасно приживается. И человек через какое-то время становится вполне полноценным. Поэтому бионическая кожа есть. Прекрасно ею пользуются врачи. Все хорошо. Далее она может только совершенствоваться. Потому что, конечно, она должна быть уже в больших количествах. Ее, так же, кстати, как и есть банки хранения крови для переливания, конечно, она должна быть доступной, экономичной. Но это уже другие вопросы. Нано-кожа. Мы уже с вами обсуждали. Все, что нано, мы не видим. Мы должны куда-то это поместить. И чтобы было такие же ощущения. Так вот. Вы видите прекрасную картинку. Что-то там тягучее. Так вот, нано, помимо того, что мы помещаем маленький приборчик, к примеру, в ухо, либо в нос, нано – это то, что имеет размеры атомарные. И то, что мы создаем, можем создать искусственно сами. То есть не клонировать молекулы и вырастить их, и назвать это искусственной кожей, а создать искусственную молекулу, которая аналог нашей, и размножить ее по площади, и получится искусственная кожа. Да. Нано-кожа есть. И первые разработки достигли, к сожалению, разработки сделали не наши ученые. Я не буду рекламировать компанию. Буквально в прошлом году. И вообще я хочу заметить, все, что вы услышали в моем курсе лекций, это данные последних лет. Буквально с 2010 по 2014 год. То есть вот то, что на сегодняшний момент является ноу-хау. И вы видите руку, на которой нанесены как бы микросхемы, и спросите, а что это такое. Если мы опять возвращаемся к теме бионика, киборги, создания искусственного человека, то мы воспринимаем робота как человек, когда он похож на человека. Поэтому как только мы робота облачим в кожу, сделаем ему правильные уши, глаза, нос, и добавим волосы, мы его будем воспринимать как человека. Мы сейчас не говорим, как он будет разговаривать, потому что мы сказали, наноязык еще не разработан. Так вот, электронная кожа, либо нано-кожа для роботов тоже разработана. И для того, чтобы она выполняла все те функции сенсоров, вы и видите, сколько проводочков, сколько сенсоров находится на каждом квадратном сантиметре кожицы. И вот такая умная материя обтягивает робота, и он становится похож на киборга. Итак, господа, подытожим. С искусственной кожей у нас все хорошо. У нас есть электронная кожа. Это наши с вами жидкокристаллические мониторы и сенсорные экраны. У нас есть электронная кожа для киборгов, чтобы они стали похожи на настоящих людей. У нас есть бионическая кожа, которую мы выращиваем из настоящих живых молекул. И у нас есть нано-кожа, которую мы делаем из искусственных молекул. Господа, с кожей у нас все хорошо, но тем не менее мы не будем на этом останавливаться. Мы будем совершенствовать методы выращивания, нахождение новых материалов и, опять же, совершенствование чувств. Потому что мы с вами, к сожалению, не все экстрасенсы. Вы же видели, сейчас очень популярна передача про экстрасенсов. Они прикладывают руку и кожей, ощущают по энергии, какая идет энергия, например, фотография, и все рассказывают о человеке. Так вот, вполне может быть, что в ближайшем будущем мы с вами разработаем такую кожу, которая позволит нам всем стать экстрасенсами. Экстрасенсами. Экстрасенсами.